Приветствую вас, и вот именно потому, что вы хотите убрать свои чувства, именно по этой причине вы столкнулись с тем, с чем столкнулись. Именно поэтому вы столкнулись с тем, что вас тянет к женатому мужчине. Именно поэтому, как так стало возможно, сейчас я вам объясню. Дело в том, что если вы видите для себя в данный конкретный момент и в данную конкретную ситуацию выходом убрать свои чувства, то есть если вы считаете, что для вас это выход убрать чувства, то я не думаю, что это произошло первый раз. Я не думаю, что вы первый раз в своей жизни применяете такой способ решения проблемы. Забыла, разрезала, значит, сделала вид, что ничего не было, все. И плевать, что внутри боль и так далее. Иными словами, вы, наверное, уже поняли, что я хочу сказать. Я хочу сказать, что вы не первый раз пытаетесь подавить в себе свои чувства. Я хочу сказать, что, по-видимому, вы и раньше занимались этим, то есть подавлением своих чувств. Но чувства – это результат наших желаний. То есть чувства как бы индикатируют то, с чего мы хотим. Естественно, не все, но индикатируют. К примеру, когда нам хочется сделать, допустим, какого-то человека счастливым, к примеру, это очень светлое чувство, которое называется любовь. Но когда мы хотим быть с кем-то и ориентируемся при этом на самих себя, это уже не любовь, хотя чувства по своей, так сказать, внешней картине похожи. И вот этот момент нужно понимать очень хорошо. Вы тянетесь к женатому мужчине потому, что неудоблитворены. Вы тянетесь к женатому мужчине потому, что вам чего-то не хватает. Вы тянетесь к женатому мужчине потому, что, возможно, считаете, что большего в своей жизни вы недостойны. Вы тянетесь к женатому мужчине потому, что, может быть, у вас есть такое чувство, что больше ни с кем счастливого вы не будете. У вас может быть, может быть, у вас есть страх одиночества, может быть, то есть, то, что вас тянет к женатому мужчине, именно тянет, это и есть ваше желание, которое вы облекаете в форму, ну, к примеру, например, в форму, ну, форму попредности, форму нуждаемости, форму любви, влюбленности, если угодно и так далее, но тяга ни в коем случае не есть любовь, как бы, может быть, вам неприятно это было бы слышать, тяга не есть любовь, тяга есть попредность, и вот именно попредность необходимо исследовать, чтобы это была не тяга, а чтобы это было здоровое чувство, здоровое, значит, позитивное, независимое чувство. Итак, понятно, что тяга к женатому мужчине продиктована вашей неудовлетворенности и вашими внутренними конфликтами. Иногда бывает так, что продиктовано это может быть и определенным жизненным сценарием, определенными жизненными установками. К примеру, если подознательно вы боитесь близости с мужчинами или вообще близости, то тянутся вы так или иначе будете только к женатым мужчинам, потому что с ними гарантированно той самой близости никогда не будет. Ну или, по крайней мере, вы так считаете. Что касается мужчины, у которого есть к вам тяга, то у него ситуация аналогична. В том смысле, что у него есть проблема со своей женой, которая явно его так же не удовлетворяет полностью. Вот. И, соответственно, на ее фоне появились вы, которые смотрятся гораздо более выгодно, чем его женат. И в этом смысле вы можете попробовать отношения. В этом случае, в этом смысле от отношений отказываться не стоит. То есть не стоит говорить женатому мужчине однозначно нет. У вас есть тяга, у него есть тяга. В теории у вас могло бы что-то получиться, если в массе этой тяги есть место любви. Именно любви и уважению, а не просто потребности друг к другу. Но чтобы это проверить, необходимо, чтобы каждый из вас сделал свой собственный выбор. Чтобы это проверить, необходимо, чтобы каждый из вас предпринял какие-то шаги для того, чтобы стать более свободным. Например, мужчина, если у него появилась тяга к вам, совершенно очевидно должен пересмотреть свои отношения со своей женой. И либо развестись с ней, либо как бы поднять отношения с женой на более новый уровень. И совершенно очевидно, что это его выбор. Ну, который можно помочь ему сделать, безусловно, хотя бы вот в той форме, в какой вы задаете свой вопрос, но лучше всего в виде консультации. То же самое касается и вас. Однозначно отказываться от отношений с мужчиной не нужно. Но подумать о природе тяги своей и разгрузить ее немножко. Чтобы, например, этому женатому мужчине вы желали только счастья и чтобы от души хотели сделать его счастливым. И в этом ничего плохого нет. И из этого могут вырасти отношения. Только, когда вы сможете это сделать, вам уже будет неважно, будут отношения или нет. Тяга, как таковой, не останется. Может быть, не останется интереса к мужчине. А может быть и останется. Этого мы знать не можем. Потому что тут нужно только работать. Поэтому я предлагаю вам отказаться от такого какого-то радикального метода решения проблемы, однозначного метода решения проблемы. Я предлагаю вам отказаться от него. Я предлагаю вам подходить все-таки более гуманно, что ли, более деликатно к вопросу своей проблемы. Для того, чтобы не навредить себе еще больше. Ну и естественно, надо вот этой вот позиции, что свои чувства нужно убирать, необходимо работать. Потому что это очень тревожный знак, это очень тревожный симптом, это очень тревожный аспект. Если вы применяете этот же принцип, но во всех сферах своей жизни, я не удивлен, что вы, к примеру, находясь, ну, на определенном этапе своей жизни, да, не устроили свою личную жизнь, и у вас возникает такая вот, мистическая, в кавычках, тяга. Где ведь, если чувства все время убирать, они ведь никуда не деваются. Понимаете? Поэтому, вполне вероятно, что вам нужна помощь в снятии запретов на эти самые чувства. И вести себя несколько более, более открыто по отношению к самому себе. И вот там уже будет видно. Там уже будет видно, что и как вам нужно будет делать. Вот. Я думаю, так. Можно ответить вам на ваш вопрос. Идеально, идеально было бы, если бы, например, вы проконсультировались сперва. Ну, хотя бы один раз, чтобы получить представление более полное о вашей истории. Потом, чтобы мужчина проконсультировался один раз, чтобы получить представление о его истории. Ну, а дальше было бы идеально, если бы вы оба проконсультировались. То есть, вы и ваш мужчина. Чтобы понять, ну, чтобы сделать какой-то такой контрольный стрих. Вот там или дальше, в принципе, было бы видно, что и как нужно сделать вам. Что и как можно вам делать. Вот. Меньшая категоричность в отношении своих чувств. Чертва не любит категоричность. И не любит мораль. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. В общем, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует... Продолжение следует...